Приветствую вас на канале Гильтек, и в сегодняшнем видео я бы хотела разобрать 6 наиболее часто встречающихся ошибок уходит за кожей. Первая ошибка – это агрессивное очищение и стремление слишком тщательно очищать свою кожу. На самом деле наша кожа не нуждается в очень тщательном очищении, потому что если мы будем агрессивно ее очищать, чрезмерно сильно и часто отшелушивать, то мы будем разрушать нормальную микрофлору, микробиому, будем разрушать гидролипидный барьер, который выполняет защитную функцию, и кожа наша потеряет естественную способность противостоять агрессии внешней среды, ультрафиолету, полютантам и всяким прочим вредным воздействием. Поэтому надо выбирать для умывания, я считаю, самую мягкую умывалку, какую вы можете найти, без содержания агрессивных поверхностноактивных веществ в составе, то есть там не должно быть лаурет или лауреосулфата, там должны быть мягкие павы, там могут быть какие-то ухаживающие компоненты, хотя они не слишком важны в смываемом средстве, но хорошо, если они там будут. Самое главное, чтобы вы умывались не до скрипа, не переочищали кожу и сохраняли ее защитный барьер. Также надо относиться с осторожностью к отшелушивающим процедурам, не злоупотреблять даже самыми мягкими энзимными пилингами или пилингами с небольшим процентом ячеек или би-ячеек кислот, потому что такие воздействия, да, они, возможно, нужны, особенно если кожа грубая, склонная к гиперкератозу и плотная, но не нужно делать это часто, то есть максимум 1-2 раза в неделю при самой грубой коже вы можете отшелушить ее какими-то дополнительными средствами, масками или легким пилингом. И на этом, как говорится, отшелушивающие процедуры лучше закончить. То есть мягкое очищение, эпизодическое отшелушивание, не надо пытаться вычистить из пор все, потому что все-таки святое место пустое не бывает, и туда как раз забьется нежелательная какая-нибудь грязь. Вот, поэтому все нужно в меру, все хорошо в меру, и агрессивное очищение – это ошибка в уходе, давайте не будем ее совершать. Вторая ошибка, которую бы я хотела разобрать, она тоже относится к очищению, это неиспользование тоника. На самом деле, конечно, тоник – это не самый необходимый этап ухода. Если вы, например, умываетесь не жесткой водой какой-нибудь из обратного осмоса или гидролатом умываетесь или каким-нибудь отваром трав, то тоник вам в уходе не нужен. Если же вы умываетесь обычной водопроводной жесткой водой, обычно используете какую-то умывалку, очищающие средства с поверхностно-активными веществами, то лучше завершить очищение тоником. Тоник восстановит ПАЖ кожи, поможет ей быстро восстановить свою защитную функцию, дочистит кожу от каких-то балластных веществ, которые были в водопроводной воде или остатков поверхностно-активных веществ из очищающего средства, и таким образом ваша кожа быстро восстановится. Третья ошибка, которую я хотела бы разобрать – это неправильное определение типа кожи. Мы, на самом деле, сняли уже много видео, где говорится о типах кожи, можно их посмотреть при желании. Но самая основная ошибка, когда путают, например, кожу жирную или комбинированную с сухой или нормальной. И есть один признак, по которому безошибочно можно определить свой тип кожи – это состояние пор. Потому что жирный блеск, например, можно замаскировать какими-то декоративными средствами, и мы не всегда увидим жирный блеск. Более того, сейчас какие-то средства декоративные зачастую имеют в составе уходовые компоненты, которые могут иметь накопительный эффект и обладать, например, себе регулирующим действием. И тогда кожное сало будет не так активно, например, вырабатываться. Но состояние пор, которое генетически детерминировано у человека, его замаскировать практически невозможно, разве что силиконовым праймером. Поэтому, если мы видим, что на таком небольшом расстоянии мы поры можем визуально идентифицировать, они достаточно крупные, не обязательно они будут закупоренные, но их будет видно. Если только в Т-зоне, то это кожа комбинированная, если по всему лицу, то это кожа жирная. Если же мы поры не визуализируем практически, незаметные они, кожа при этом еще и матовая, то мы можем безошибочно предположить, что это или сухая, или, по крайней мере, нормальная кожа. И поэтому мы будем подбирать средства правильно, если мы будем тип кожи знать, потому что, например, для жирной кожи одни больше подходят текстуры, а для сухой другие. И как раз следующая ошибка, которую я хотела разобрать, она как раз относится к неправильному использованию несоответствующей по типу кожи текстуры. Например, жирная кожа все-таки больше предпочитает гелевые, водные текстуры, сыворотки, гели, в крайнем случае легкие эмульсии. А кожа сухая, например, требует уже текстур с большим содержанием жиров, это уже более плотные кремы, эмульсии и так далее. Вот, поэтому здесь как раз нужно понимать, что если мы правильно определили тип кожи, то мы правильно подберем себе уходовые средства. Зачастую бывают ошибки такие, когда человек с жирной или комбинированной кожей начинает чувствовать стянутости, какое-то шелушение возникает, и он думает, что у него кожа сухая. Но это не повод идти в магазин за самым жирным кремом, на котором написано Dry Skin. Достаточно взять какую-то для жирной кожи сыворотку, добавить влаги в эпидермис, то есть она может содержать гиалуроновую кислоту, она может какие-то влагоудерживающие компоненты содержать. И при этом уровень увлажненности восстановится, вот эти симптомы исчезнут, но при этом мы не добавим лишнего жира такому типу кожи, которому собственного жира достаточно. Следующая ошибка, которую я бы хотела озвучить, это неправильное нанесение гелевых текстур. Очень часто люди, не привыкшие использовать гель или сыворотки, жалуются на то, что они вызывают чувство стянутости, чувствуются на коже в виде пленки. На самом деле, чаще всего они просто их слишком много нанесли. Гели наносятся в очень небольшом количестве, они благодаря этому как раз и экономичны, потому что достаточно нескольких капель нанести на зону лица, чтобы геля было достаточно. Главное, чтобы геля было немного, чтобы он полностью впитался, потому что избыточное количество геля на коже будет на ней подсыхать и вызывать то самое ложное чувство стянутости, на которое многие жалуются. Если кожа сухая или нормальная, то гелевые сывороточные текстуры безжировые мы всегда закрываем кремом. Если кожа жирная, особенно если на дворе, например, не зима и нам нужна защита от мороза, то нам достаточно просто гелевых текстур без крема сверху. И последняя ошибка, которую я хотела разобрать, это отечность вследствие нанесения каких-то средств для кожи вокруг глаз. На самом деле, неправильное нанесение средств для кожи вокруг глаз, оно очень часто встречается. Люди наносят большое количество этих средств, наносят на подвижные века, то, что нежелательно носить на подвижные века. Надо понимать, что даже у обладателя самой жирной, плотной гиперкератозной кожи, кожа вокруг глаз будет намного суше и тоньше, чем вся остальная кожа лица. Поэтому на эту зону мы наносим более легкие текстуры, мы наносим их по костному краю орбиты в основном, не заходя на подвижные века. И даже если средства содержат какие-то активные компоненты, например, активный ретинол, они способны достаточно хорошо диффундировать в соседней смежной области. Поэтому даже если мы нанесем на зону округлаз, наше средство округлаз, у нас все равно подвижные века тоже получат эти активные компоненты. Что важно? Например, при склонности к отекам, если с утра у вас веки выглядят не самым лучшим образом, набрякшие, если вы любите спать лицом в подушку, то лучше порой даже вообще не наносить средства для кожи округлаз, особенно на подвижные веки, что-то наносить на ночь. Достаточно использовать средства для кожи округлаз днем, то есть с утра. И тогда мы не получим вот эту утреннюю отечность вследствие того, что мы на тонкую гигроскопичную кожу вокруг глаз нанесли на ночь средство какое-то и еще и уснули лицом в подушку. Вот такие 6 ошибок в уходе, ну такие часто встречающиеся, я решила озвучить. И я буду очень признательна, если вы в комментариях напишите, например, о каких-то ваших ошибках, которые вы совершили, а потом узнали, что делали что-то не так, и все пошло на лад. Это поможет нашим подписчикам, например, избежать собственных ошибок, потому что самое лучшее, конечно, для нас учиться на чужих ошибках, а не на своих. Вот, также, конечно, ставьте лайк, если вам видео было полезным. Если нет, ставьте дизлайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы первыми узнавать о выходе новых видео. До новых встреч!